Медузы Промывать место соприкосновения с медузой нужно только соленой водой, ни в коем случае не пресной. Почему? Потому что пресная вода разрушает клетки, ядовитые клетки медузы, они начинают проникать в кожу быстрее. Ни в коем случае нельзя растирать или массировать место соприкосновения с медузой, чтобы не увеличить площадь ожога и не ускорить всасывание ядок. После этого врачи советуют наложить на место ожога компресс, смоченный в растворе пищевой соды или уксуса. Медики предупреждают, у аллергиков укусметузы может вызвать серьезные осложнения, поэтому советуют туристам воздержаться от купания в местах скопления беспозвоночных. Особенно много в этом году медуз на побережье Азовского моря и в Керченском проливе. Сюда их приносят течением. В основном беспозвоночные обитают на глубине, но некоторые подплывают к самому берегу, где и случаются неприятные встречи с беспечными туристами. В основном среди пострадавших – дети. Пятилетнего Артура Сагадиева корнерод ужалил прямо в глаз. За помощью даже пришлось обращаться к местным спасателям. Я обувал палкой медузу, потом она пузнула ядом, потом я побежал к маме. Глаз долго болел? Вообще долго. Огромные медузы встречаются и в водах Черного моря. Опасные, но такие эффектные. Они вызывают небывалый интерес у любителей подводной съемки. Крымчане и гости полуострова отмечают. В последние годы количество медуз на Крымском побережье значительно увеличилось. Ученые называют это явление популяционной волной, повторяющейся раз в несколько десятков лет. Специалисты считают, что отчасти данное явление зависит от повышения солености моря. Сейчас уже осолонение Азовского моря достигло 14 промилля. Это очень много. Это очень много и в такое время вспышки медузы наблюдаются. Это пищевой конкурент нашим рыбам. Она питается зоопланктоном, икрой, мелкую рыбешку даже может заглотить. При этом, по мнению ученых, самый большой ущерб мазской фауне наносят отнюдь не ядовитые корнероды. Появился грибневик. Это тоже пришельцы других океанов и морей. И вот такие пришельцы, они тоже являются фактором дестабилизации численности. Проще говоря, большое количество медуз этого подвида может привести к значительному уменьшению популяции разных видов рыб в Черном море. Несмотря на то, что медузы как вид существуют уже более 500 миллионов лет, ученые продолжают открывать для себя новые знания об этих загадочных обитателях моря. До сих пор мало кому известно об их целебных свойствах. Керчени рассказывают, что в советские годы медуз использовали для лечения суставов. Местные жители клали беспозвоночных вот в такие ямки, вырытые в песке, и утаптывали ногами. Таким образом получалась импровизированная лечебная ванна. А вот современная индустрия красоты научилась использовать медуз для создания косметики. Так, одна из крымских косметических компаний создает из них кремы для лица и тела. Есть очень ценные структурные белки, которые содержатся в медузе, такие как эластин и коллаген. Также микро- и макроэлементы, аминокислоты. Мы используем компонент медузы, купол, то есть мы не используем щупальца медузы. И, соответственно, перерабатывая и концентрируя в виде сухих веществ данный купол, мы добавляем это в косметологические средства. Но технология изготовления тех самых кремов настолько секретна, что на производство нашей съемочной группе попасть, к сожалению, не удалось. Оказывается, медузу еще и можно есть. И сейчас в Вести Крым проведут специальные эксперименты вместе с шеф-поваром одного из керченских ресторанов. Попробуем ее приготовить. Расскажи, где ты взял медузу и, собственно, какую ее часть мы будем готовить? Мы ее выловили у нас в Черном море. Это был огромный корнирод. И мы ее уже подготовили, удалили все лишнее и оставили только купол, который у нас пойдет в салат. Помимо медузы в рецепте используется рисовая лапша, сладкий болгарский перец, соленые огурцы и микрозелень. Сейчас самый главный продукт наш – это медуза. Мы перекладываем ее на доску и нарезаем. Мы заправляем салат азиатской заправкой. Необычный салат мы предложили попробовать одному из гостей ресторана. Вкусно, необычно. Похоже на жилет. Со вкусом моря. Вот и получается, что простая медуза может открыть новые горизонты для Крыма. Стать основой для производства уникальной косметики, способной составить конкуренцию мировым брендам индустрии красоты. Или же изюминкой гастрономического туризма, который привлечет на полуостров любителей экзотики. Главное – научиться грамотно использовать бесценные дары природы. Алена Свистельникова, Анастасия Калугина, Виктория Тальберг, Николай Пырк, Клементий Громов, Денис Ноздрюхин и Алексей Александров. Вести. Крым.